Почти 500 миллиардов гривен на бумаге остались от лопнувших в Украине банков. В основном это просроченные кредиты. Напомню, за последние 4 года в стране обанкротились 90 финучреждений. Оказалось, что в реальности их активы стоят намного дешевле. Их продажей занимается фонд гарантирования вкладов. Кто и как возвращает украинцам деньги в нашем материале? Село Петровка, неподалеку от Одессы. Улица Карла Маркса. В этих бумагах говорится, что здесь находится ценный капитал. Склады ГСМ, на которых должны находиться 49 тысяч тонн бензина марки А95 евро. Балансовой стоимостью 517 миллионов гривен. Однако вместо бензина пахнет липой. Ни бочек, ни цистерн. Только заросшее травой поле и разваленный сарай. Еще в далеком 2013 году под этот несуществующий бензин кто-то взял вполне существенный кредит в 645 миллионов гривен. Валерий уже 20 лет живет в доме напротив. Уверяет, бензина здесь не было никогда. Бумагами восхищается. Никогда здесь никаких предприятий. Все они убитые. И никто за ними не смотрит. Это просто туфта. Красиво сделано. За последние 4 года в стране лопнули 90 банков. От большинства остались лишь такие бумаги. Подтверждение выведенными в серую собственниками банков и связанными с ними лицами миллионом. Таких историй тысячи, говорят юристы. Ситуации, когда должники не рассчитываются с банками, они очень широко встречаются. Если должник никогда не планировал возвращать кредит, если он, например, предоставил банку поддельные документы, например, оценку этого имущества и тому подобные вещи, к иску о возврате денег и имущества, может добавиться еще уголовная статья. Мошенничество, подделка документов. Пока государство пытается добиться правды в судах, реальные деньги украинцам возвращает фонд гарантирования вкладов. Всем клиентам неплатежеспособных банков здесь сразу же выплачивают гарантированную сумму в 200 тысяч гривен. С 2014-го таких выплат в фонде сделали уже на 90 миллиардов гривен. Чтобы свои деньги получили и те, кто хранил в банках больше гарантированной суммы, нужно, чтобы заемщики вернули кредиты. К большому сожалению, от 95% до 100% кредитов перестают обслуживаться на протяжении первого месяца временной администрации. И дальше мы имеем дело с проблемными кредитами, глубоко проблемными кредитами и один на один в войне с заемщиками за право вернуть те деньги банку, которые банк же когда-то выплачивал, выдавал в виде кредитов. В итоге приходится продавать те самые кредиты с залогами – бензин, заводы, недвижимость. Часто даже там, где бумаги не липовые, сегодня цена активов оказывается в разы меньше. Поэтому, когда говорят о том, что в фонде гарантирования на балансе банков есть 500 миллиардов активов, по оценочной стоимости, которую делали субъекты независимой оценочной деятельности, это порядка 100 миллиардов, то на деле, по факту, когда мы выходим в рынок и продаем эти права требования, то есть возможность пойти его требовать, стоимость оказывается существенно ниже даже оценки третьего лица. Но вот требования клиентов банков не уменьшаются. Чтобы продать активы банков как можно выгоднее и больше выплатить людям, здесь используют онлайн-аукционы – систему Прозора. Только на этой неделе на продажу выставили имущество на 19 миллиардов. Но свою окончательную оценку даст уже рынок. Андрей Кровец, Вячеслав Никифоров, подробности, телеканал Интер. Вячеслав Никифоров, подробности, телеканал Интер.